Добрый вечер, Георгий Сергеевич! Георгий Сергеевич, принят бюджет на 2018 год. Можете прокомментировать основные параметры бюджетного финансирования на следующий год? Уважаемый Георгий Сергеевич, как готовится Россия, как готовится Самара к такому домашнему празднику, как Новый год? Ну, я начну со второго вопроса. Да, бюджет принят. Приняты параметры и на ближайшие три года, имеется в виду, 19, 20, 21. Об этом говорили депутаты от Самарской области, Государственной думы. Но бюджет очень напряженный. И, конечно, вот сейчас сказать, что вот все пойдет так стабильно, будет очень неправильно. Потому что вы сами понимаете, какая общая политическая ситуация, там санкции и так далее. Как будет изменяться курс стоимости нефти, другие параметры. Ну, в целом, я считаю, что есть надежда, что основные социальные обязательства государство, безусловно, будет выполнять. Я думаю, что и Самарская область должна тоже сориентировать именно бюджет на социальные выплаты, в первую очередь. Ну, хотел бы отметить один момент, который должен быть главным у всех тех, кто сегодня отвечает за власть и отвечает за жизнь каждого человека. Простого человека, в первую очередь, тех пенсионеров, которые не работают, одинокие люди, кто находится в сложной такой социальной жизненной ситуации. Вот недавно буквально я читал информацию, причем не Навального, там, никаких-то оппозиционеров, а общероссийский народный фронт. То есть это общественная организация, авторитетная, которая координирует сам президент. Вот они за 2017 год предотвратили, это факты и аргументы еженедельник, предотвратили порядка полтриллиона рублей, ну, это фактически, там, где-то 450 миллиардов, нецелевое использование или завышенное использование бюджетных средств чиновниками. Ну, какие именно, там, подарки, там, приводят, пример, министерства, губернаторов различных, там, унитазы, там, дорогие покупают, якобы, для того, чтобы, там, встретить, там, делегацию из Нигерии или еще откуда-то. То есть, подарки, даже Совет Федерации, там, приводят, пример, там, такие подарки на какие-то презентации и так далее. Ну, можешь подарить просто авторучку или карандаш, правильно? Я думаю, что это будет достаточное внимания любому человеку, не обязательно, там, дарить какие-то часы. Вот такие вещи, вот, проведение банкетов, вот сейчас новый спикер Вячеслав Володин, он вообще запретил проведение банкетов в Госдуме, ну, если там кто-то и проводит, то за счет средств, за счет, ну, в нано-корпорации, там, за счет топ-менеджеров. То есть, ну, это кучка богатых людей, которые возглавляют. Ну, тоже все равно это шаг какой-то позитивный. Вот если даже провести вот аналогию, ну, смотри, полтриллиона, да, вот, и взять тех людей, которые у нас сегодня находятся, ну, я считаю, что они находятся за чертой бедности, а их немало, это видно не по отчетам, а реально, вот, когда ходишь по городам, по улицам, по магазинам, смотришь, как старушка там смотрит, там, три сосиски купить или одну, ну, вот это реальная, как бы, оценка, не отчет, а реальная оценка, что происходит. Я не говорю, что плохо, ну, вот, факты такие, они имеются, и поэтому, вот, общий российский народный фронт, он провел большую работу, и вот это показатель, что они предотвратили, значит, они, соответственно, написали обращение к президенту и в другие органы, и все это дело купировали, вот, чтобы в последующих, раз у нас ситуация не такая уж легкая с бюджетом, надо как можно меньше, а вообще лучше исключить вот такие случаи, которые используются в бюджетные средства, а что это наши налоги, вот, на всякие мероприятия там, ну, чтобы не жировали чиновники, вот, одним словом. Вот это самое основное, главное, вот, я считаю, что бюджет напряженный, если плюс еще вот эти мероприятия жестко их поставить на контроль, там, главы городов, губернаторы, правительства, министры, чтобы сами не творили вот таких, скажем, поступков, неприглядных, ну, тогда я думаю, что ситуация будет напряженная, но бюджет, безусловно, будет выполняться. Возвращаясь к первому вопросу, архиерейский собор, это великое событие для России, и, конечно, главное, основное, то, что там присутствовал, и не только присутствовал, но и выступил глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, и, вот, впервые он назвал такое русское слово «соработодательство» с православной церквью. Какие основные позиции? Это работа с молодежью, вот, работа против той пропаганды, которая сегодня за деньги большие, спецслужбы и так далее, с запада, начинает поглощать, что души нашей молодежи, в интернете и так далее. То есть основная мысль, что мы должны сохранить нашу духовность, именно нашу российскую духовность, русскую духовность, сохранить в нашем государстве. Если мы этого не сделаем, то будет очень сложно говорить о том, что в будущем у нас, ну, как-то сохраняются какие-то признаки нашей самобытности, вот, именно нашей самобытности, там, что люди, молодежь будет помнить, Дмитрия Донского, там, Сергия Радонежского, ну, всех наших великих людей, которые создавали то, что мы сегодня, как бы, называем Россией. Вот, мне очень понравилось выступление президента, вот, я уверен в том, что вот такие начинания, там говорились и вопросы на секциях, и о том, что внедрять надо, безусловно, вот, воспитание в школах, вот, кадетские корпуса, классы, казачьи классы, потому что само казачество, не потому что я родовой казак, и сейчас, как бы, ну, как общественное такое мое занятие, я занимаюсь казачеством, а это действительно так, потому что именно казачество, которое коммунисты, вот, красноармейцы в 17-18 году полностью на корне уничтожили, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, все семьи и детей даже не пожалели. Представляете? И, конечно, сейчас вот это надо возражать. Почему они это сделали? Потому что они боялись, они знали, что казачество – это мощная масса такая воинов, и семьи такие серьезные, то есть все твердо верили родине, были преданы и служили, что называется, до смерти за Отечество. В 91-м году только реабилитировали все это дело, и казачество, и другие, как бы, направления, насколько поуничтожали наших священников, и об этом тоже на Архиерейском соборе говорили. Все это надо возрождать, и возрождать в умах наших детей, а не поддерживать таких вот, как Серебренников. То есть вот, ну, я специально сходил, посмотрел это представление его, о котором говорили, но мне вообще было очень стыдно. Вот там трансфеститы, там какие-то голые фигуры в этом балете, в Большом театре, неужели нельзя было это предотвратить. Вот. Такие вещи вообще их надо на корню рубить, потому что это не только вредно, а это просто, ну, это не наше. Вот на Западе, пусть они там, у них однополые браки, там вот все это, они катятся куда-то в пропасть, но мы же не должны повторяться. Мы же с вами как бы не должны вот все это делать. У нас здоровые мужчины, красивые женщины, мы как бы россияне. Вот это основная такая направленность, что чистота, славянская наша вот как бы традиция, это высокая нравственность, культура, память, история, защита отечества, патриотизм, патриотизм, и, конечно, поддержка тех народов, которые проживают с их культурой на территории Российской Федерации. И вот возвращаясь к тому, что вот многие там на Западе, там вот Крым, там оккупация, если бы наш президент не принял такое решение, то там тоже всех бы повырезали, вот, и творилось то, что сейчас творится на Украине. Вот украинцы, я недавно встречался с иностранцами, ну, был разговор, вот они не знали, что я там был главой города, и вот они между собой разговаривают, я немножко понимаю по английскому, немецкому языку, вот они говорят, ну, а что нам там 45-й год, ну да, мы там не победили, ну, сейчас зато мы практически уже выкупили все земли Украины, практически. Вот сейчас же никто не назовет, сколько там осталось реальной земли государственной. И там начинают превращать в рабов тех же украинцев, которые труются у них там на полях, там что-то выращивают, там что-то строят, вот все. И у них мысль зайти дальше на нашу родную Россию. И вот задача президента, православная церковь, другие конфессии, которые находятся, такие разрешенные и народы, мы должны объединяться и противостоять вот этой всей, как бы, заразе, которая к нам идет в эфире, в интернете со стороны Запада и других стран, в кавычках, которые желают нам добра. Ну и последний вопрос по Новому году, как? Ну, как обычно, я, например, всегда на Новый год, вы знаете, пельмени сам леплю, вот, встречаем Новый год всегда в кругу семьи, вот, ну, Самара готовится к этому празднику, я думаю, всегда будет, как и ныне, вот я и в газетах, и так вот я вижу уже по улице, уже осталось не так много, тут 10 дней, вот, и обещали, что будет ледовый городок на площади Куйбышева, вот, и на Металлурге будет мероприятие, будут проводиться елки, ну, и дай бог, хотелось бы, чтобы возродили то, чтобы у нас в подарках детям были наши самарские конфеты, которые считаются самыми лучшими, вот, и вот выступление губернатора, я слушал, Дмитрий Игоревич, он говорил о том, что надо возрождать именно нашу продукцию, это как раз вот в кон этого вопроса, я думаю, что, как бы, наши конфеты не хуже других, ну, мандарины, может быть, там, абхазские какие-то положить, а конфеты должны быть наши в подарках, и желательно, чтобы малоимущие семьи, те, которые нуждаются, чтобы им подарки были бесплатные, вообще, вот, ну, в мое время мы школьникам всем делали бесплатные подарки. Георгий Сергеевич, сегодня непростая экономическая ситуация, все сложнее выживать малому бизнесу, именно малому бизнесу, как выживать? Я скажу, что вот последний, я слежу за последними назначениями в правительстве Самарской области, вот, назначен вице-губернатором и полномочным представителем губернатора при президенте и правительстве, Андрей Викторович Когтев, вот, это человек, который, которого я знаю лично давно, 90-е годы, то есть он возглавлял Волсовскамский банк, кстати, который фактически, вот, я это помню, потому что это на моих глазах, и я работаю в областном управлении связи, мы были учредителями этого банка, вот, он занимался микрокредитованием и потом средним кредитованием, коротким, длинным, как раз малому бизнесу. И это здорово получалось, кстати, вот, в 90-е годы. Ну, я считаю, что, как бы, вот, он создал базу, та, которая, как бы, у нас существовала длительное время. Сейчас, конечно, немножко эта база начинает шататься за счет того, что зашли крупные монополии в Самарскую область. Ну, и плюс, он работал главным федеральным инспектором в связи с Москвой, и я полагаю, что именно вот этот человек, хотя вот в интернете там что-то, кто-то какие-то там паски или писал, что этот человек достойный, профессиональный, который сможет, я говорю, не будем надеяться, я говорю, сможет наладить отношения, чтобы к нам сюда зашли кто? Инвесторы. Потому что это сегодня самое главное. Я вспоминаю начало 2000-х годов, вот Самара, город Самары, и я этим жестко занимался. Мы занимали второе место по реальным деньгам, не по бумажкам, по реальным деньгам. Товарооборот, розничная торговля, бытового всего обслуживания, это химчистки, значит, пасапожные, мастерские, парикмарские и так далее. Второе место в России после Москвы, опережая в Санкт-Петербург. Хотя у нас численность чуть больше миллиона, а в Санкт-Петербурге там 7-6 миллионов, в Москве 12, это без приезжих, кто стоит на временном учете и так далее. Понимаете? А сейчас опять скатились вниз. Поэтому надо как бы вот этим делом заниматься, надо создавать условия. Мы доходили до того, что даже вот в здании Преволского военного округа располагались парикмарские. И, ну, всякие жучки там, каждый в кетч хочет заработать бабки, да? Там майор или капитан. И вот они начинают там поднимать аренду. То есть я сам лично выезжал, там, решал, договаривался с командующим, с Сергеевым, все. То есть надо предметно, предметно, целевым образом, не в целом, в общем, а предметно заниматься вопросом. Вот есть сегодня проблема малого бизнеса. Все. Главы районных администраций, глава города, губернаторы должны собирать план, составлять конкретно. Вот как у нас был план в 99-м году, даже не план, а генеральное соглашение, на которое приезжал святейший патриарх Алексий II. Мы впервые в России заключили договор между светской властью и Самарской епархией. И этот план действует по сей день. Не план такой общий. Вот как я недавно наблюдал, не буду говорить, где, значит, Министерство образования и Самарского спорта. Общие слова, там, фразы. А с приложениями. Приложения там. В таком-то месяце подготовить постановление выделения земельного участка. В таком-то месяце выделить деньги. То-то, 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 то-то. И так далее. Понимаете? Вот даже Софийский собор-то еще по тому постановлению, по-моему, сегодня как бы строится. Да и многие другие объекты, конечно, тут величайшая, первая заслуга – это нашу митрополиту Сергею. Это даже не обсуждается. Ну, а я как православный человек верующий помогал, решал эти вопросы на себя. Там, может, стрелы какие-то принимал, направлял. Сколько убились вот даже с храмом Георгия Победоносца, когда нам власть, высшая власть области. Давать вот вниз на Волгский проспект, там, ну, построили. Кирилло-Мефодический собор. Всех святых. Ну, я могу переселять очень много. Все равно это дополнительная, как бы, можно сказать, даже основная направленность именно на равственном духовном возрождении. Вот я буквально вчера был в храме, вот, тоже молился. Ну, у меня свои события были, там, личного такого характера. Ну, я видел, как люди, вот, как люди приходят. Приходит молодежь, приходит с семьями. Ну, вот это радует, понимаете, вот это радует. Что не какие-то там серебренькие, там, поставляют свои, в свою продукцию, которая вот эта элита московская там хлопает, считает, что это хорошо. Вот, с трансфесситами. А вот именно вот эта наша самобытность, наша в хорошем, в таком, российском смысле слова, вот это надо возрождать. Георгий Алексеевич, продолжение разговора о возрождении и о духовном, нравственном. У нас в Самарской области почти 5000 общественных организаций, все они выполняют какую-то работу. Прежде чем я задам вопрос, если позволите, короткий видеоматериал посмотрим и потом задам вопрос. Хорошо? Здравствуйте. Доступающего. Спасибо. С порога сразу к столу, так принято, говорит хозяйка. Чаепитие в теплой дружеской обстановке. Надежда Шишова рассказывает гостям о своей жизни. В феврале Надежде Владимировне исполнилось 80 лет. В памяти и голод во время оккупации Донбасса, Великую Отечественную и студенческие годы. Уже в Куйбышеве и более 40 лет работа на Самарском подшипниковом заводе. 12 лет назад не стало мужа Надежды Владимировны, фронтовика Николая Шишова. Теперь жизненных сил придают дети, внуки и правнуки, которые приезжают каждые выходные. Спасибо всем огромное. Не ожидала. Спасибо большое. Для меня это прям вот на всю оставшуюся жизнь. Ваше посещение, ваше внимание, ваши подарки. Общественная областная организация «Самара православная» постоянно ведет работу с ветеранами войны, ветеранами труда, с одинокими матерями, с пожилыми людьми, с одинокими людьми. Мы стараемся им помочь. И Георгий Сергеевич Лиманский, руководитель областной организации «Самара православная», всегда поддерживает это начало и всегда нас направляет на эту работу. В этот день волонтеры навестили и 22-летнюю жительницу Самары Марию Белову. С отцом ребенку девушки отношения не сложились. В итоге дочь – 10-месячную Анору. Мария воспитывает одна. Родственники помогают как могут, но расходы немалые. Аноре привезли на данный момент все самое необходимое. Пришли, такие подарочки сделали. Честно, большая подмога, если честно. Хочу поблагодарить «Самару православную». Предновогодние дни – время чудес, да и просто добрых дел, говорят волонтеры. С совместными усилиями, по их словам, жизнь можно сделать немного радостнее. Ну, организация ноги осечена, вот есть реальные дела. Это вы показали, конечно, мне не очень бы хотелось, чтобы нас сильно хвалили. Но принцип такой, что меня владыка благословил возглавить эту организацию. Вот я чуть больше полгода этим занимаюсь, возглавляю областную организацию «Самара православная». Ну, не для того, чтобы сидеть, например, и проводить какие-то совещания. Вот я как раз, мне очень приятно, что мой заместитель, как раз Валерий Леонидович, он руководит исполком, что он дополнительно, вот помимо того, чем мы занимаемся еще в масштабном, большом таком направлении, как вот и с кадетскими корпусами, и с направлением пополнения тех работ, которые я называю православной инициативой. Это и работа с группами детей, которые склонны к наркомании и так далее. Другие, как бы, вопросы связаны, там вот в семье есть неполадки, сейчас очень много подросткового суицида, вот этим тоже мы сейчас занимаемся серьезно. Мы пополняем свои ряды, то есть реально работаем. Я хотел бы обратиться ко всем некоммерческим общественным организациям, их у нас сколько? В области около пяти тысяч. Около пяти тысяч, чтобы все хотя бы понемножку занимались вот этими людьми. Вот людьми, которые сегодня попали в такую непростую ситуацию. Ну, вот женщина одинокая. Конечно, нет там родственников, близких, есть тяжелые. Сегодня прожиточный минимум, ну, не знаю, кто его считал там, насчитали там девять с небольшим, да. Ну, на эти деньги только одни коммунальные платежи, а вообще как дальше жить? Поэтому надо и из бюджета, и губернатора, и глава муниципальных образований, надо подумать, вот где-то там предусмотреть. Вот не проводить эти, я сейчас не про действующую власть говорю, а вообще прошлый год, вот начало этого года, не проводить какие-то банкеты, даже для тех же ветеранов. Потому что есть как бы, ну, разные категории ветеранов. Вот для таких групп, которые действительно сегодня нуждаются в помощи, которые не могут купить себе там две-три сосиски. Вы правы. Понимаете, вот ими надо заниматься. Есть вот у нас количество, то есть выявить их через отделы социального обеспечения, то есть выявить и заниматься реально над этими вопросами. Вот это будет реальная помощь и, конечно, бюджет. Вот, ну, найти какие-то направления, чтобы помочь вот этим людям. Потому что они сегодня на работу уже устроиться не могут. Вот, у них нет близких родственников. Ну, так сложилась ситуация. Поэтому им надо помогать. Вот я, например, тоже всегда привожу в пример митрополита Сергия. Ну, в Зубчининовке вот открыли духовный центр православный. Это центр наркомании там и так далее. Вот что сейчас там вокруг этого духовного центра происходит? Ну, туда приходят люди. То есть приходят дети, которые, ну, может быть, споткнулись где-то. То есть это нормально. Это вот таких центров надо больше. И в то же время в районе Толево поселка, но это еще предыдущее руководство, запретили там на территории рядом с заброшенным Домом культуры, запретили строить такой же духовный центр. Вот в чем причина? Или такие скрытые какие-то враги духовного возрождения России? Я не побоюсь этого слова, потому что я сам лично этим вопросом, ну, подталкил его. И непонятно, почему. Вот я в свое время, я даже не спрашивал какие-то там разрешения. Владыка осветил место все, и мы начинали строить. И все это сейчас работает, и люди радуются этому. Пусть потом меня потрепали немножко, но зато дело есть сделано. Включая вот Космопор, да, там и детские площадки, там люди отдыхают туда, приезжают и так далее. А до этого там что было? Там цыгане, значит, собаки бегали. Ну, знаете, Антона Авсенька, все. Вот, ну, я говорю, ну да, хорошо, там длительный период согласования, особенно тогда федеральное, там все везде, там требовали, чтобы надо что-то там какие-то подарки делать. Вот, ну, мы быстро это сделали. То же самое по духовным центрам. Их надо везде открывать, везде. Чем их будет больше, вот раньше у нас были подростковые клубы, их было более трехсот. Вот я когда пришел там оттуда, повыгонял все там пивные там и так далее. Все дети занимались творчеством. То есть детей надо занять делом. Тогда они не будут болтаться, из них не будут вырастать наркоманы, или какие-то потенциальные преступники. Поэтому молодцы, что я могу сказать. И призываю все общественные некоммерческие организации меньше ходить по коридорам областной администрации, а больше заниматься делом, вот таким реальным делом. Искать спонсоров, доброходов. Вот, а их у нас немало в Самарской области. Их на доброе начинание это дело. Ну, взять хотя бы тоже кошель, но есть средства. Все, пожалуйста, проведите. Вот я его хвалил в прошлой передаче, что там вот по ипотечным кредитам. Вот такое мероприятие. Ну, возьмите там тысячу человек вот таких. Ну, пятьсот, сто. И перед Новым годом сделайте такое доброе дело. Игорь Сергеевич, и меня просили передать вам лично в руки. Это опять вам как председатель регионального общественного движения «Самара» православный, а педагогов школы-интерната номер 117, где также было мероприятие от организации для ребятишек. Позвольте вам передать лично в руки и выполнить просьбу педагогического коллектива. Спасибо. Игорь Сергеевич, ну, к сожалению, не можем мы не обойтись, вернее, обойтись без главного вопроса программы. Это очередная просьба о помощи, очередной зов. Мы сегодня говорим о жильцах дома номер 293 по улице Старозагора. Старообслуживающая организация меняла трубы и зарыть ямы не может уже несколько месяцев. В сентябре месяце за синим гаражом пошел пар. Начали выяснять, в чем причина. И как результат получился, что это парит труба, которая находится под землей. Открыли, заменили трубу 159 диаметром на 133 старую трубу на старую. 20 ноября прибыли повторно. Но вот уже старую трубу заменена на новую, но также меньшего диаметра. После этого все прекратилось. Что за безобразие, товарищи, у нас? Длина этих разрытых участков даже через соединение около 18 метров. Это 18 метров труб отапливают улицу. Есть дети, родители очень беспокоятся. Сейчас снег, все катаются, горки играют, на горках играют. Уважаемый Георгий Сергеевич, убедительно просим, я и также жители дома, обратить внимание, оказать содействие, помощь в решении данного вопроса. Вопросы о безопасном проживании людей, жителей, а также обеспечении их нормальными условиями тепла, горячей воды и дальнейших условий. Я думаю, что эту передачу посмотрел и Василенко Владимир Андреевич, это опытный человек. И, конечно, Ильясов, который возглавляет предприятие тепловых сетей, а вот если его ребенок туда, в эту яму попадет и позвоночник сломает. То есть надо думать всегда о людях. Поэтому, господин Ильясов, мы вам сегодня передаем тормоз. Надеемся, что власть, увидев эту передачу, примет к вам серьезный мир, а вы это устраните. Всего вам доброго, самарцы. До следующих встреч. Город над рекою, сели невесною, Светится огнями ночью до зари. Льются над Самарой песни под гитарой, И поют волжанкам парни-волгари. Волга на рассвете радостно приветит Всех друзей хороших лаской и добром. Ну, а если летом гости к нам приедут, Мы их с песней встретим в парке городском. Самара, Самара, Самара Родная моя сторона Самара, Самара, Самара Прекрасна на все времена Самара, Самара, Самара Любимая сердцу земля Самара, Самара, Самара Надежда и гордость моя Субтитры создавал DimaTorzok